Первый день зимы Наступил вечер первого зимнего дня. Из-за дождей лисёнок просидел дома всё последнее время, и сегодня ему непременно хотелось пойти погулять. — Гулять? — удивилась мама. — Сегодня так холодно. Может, лучше и поспим? Но лисёнок спать не хотел. — Ах, непоседа! — засмеялась мама. — Ну что ж, пойдём прогуляемся, а потом спать. — А почему деревья разделись? — спросил лисёнок. — Чтобы подарить нам свои листочки! — воскликнула мама. — В них можно покувыркаться! Тем временем на небе собрались снежные тучи. — А почему наши друзья нас не слышат? — спросил лисёнок. — Тссс! — Они спят! — Слышишь? — Как забавно сопят! — Не будем будить их! — тихонько сказала мама. На землю упали первые снежные хлопья. — А почему птицы улетают? — спросил лисёнок. — Чтобы рассказать нам весной о далёких странах, — ответила мама. И тут пошёл снег. — А почему ветер такой сильный? — спросил лисёнок. — Чтобы легче было подкидывать тебя в высокой траве. И мама подхватила лисёнка на ручки. А снег всё падал и падал. — А почему у меня пар идёт изо рта? — спросил лисёнок. — Чтобы мы пыхтели, как паровозы. Мама выдохнула целое облако пары. Снег начал устилать землю. — А почему река твёрдая? — спросил лисёнок. — Чтобы мы могли скользить по ней и танцевать, — весело воскликнула мама. Снег шёл всё сильнее. — А почему солнце так рано растаяло? — спросил лисёнок. — Чтобы мы могли подольше смотреть на звёзды, — улыбнулась мама. Под снегом уже не видно было травы. — А почему всё такое белое? — спросил лисёнок. — Точно! — ахнула мама. — Это значит, пора домой. Они побежали назад через белое поле, по белой реке, по белым холмам и сквозь белый лес. Они бежали под густыми елями, и целые горы снега падали на них с широких еловых лап. Они бежали, 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 бежали и, наконец, вернулись домой. — А почему мне так холодно? — спросил лисёнок. — Чтобы мы крепко-крепко прижались друг к другу, — прошептала мама малышу на ушко. — А почему же я так устал? — взявнул лисёнок. — Потому что пришло время сна. — Тихо-тихо, — сказала мама. — Спокойной ночи, любимый мой малыш! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова